Я предложил легализовать мою бану в диктационных и медицинских целях. В медицинских целях вы понимаете почему, да? Потому что испоконников еще две с половиной тысячи лет давно назад китайский император, в последующем уже дошло до королевы Англии Виктории, и врачи, и физикоторопед, испоконников использовали препараты, содержащие канапин. В первую очередь, это были пригласные заболевания, клавокома, религачные заболевания, как бронхиальная астма, другие неврологические заболевания. Второе. Я предлагаю декриминализировать ношение и употребление марихуаны. Сегодня не секрет, что каждый пятый, шестой молодой человек пробовал и употребляет эту марихуану. Эксперимент по легализации можно провести в Истокурской области, где в Тюмском районе произрастает наибольшее количество высококачественных марихуанов. Четвертое. Легализовать можно выращивание, употребление и медицинское использование. Плантации необходимо вложить налогом. Фермеры должны получить лицензии. Производители должны быть в законодательных странах сбыта, чтобы не возникло монополии. Шестое. Сбывать можно по лицензии в специализированных магазинах. Седьмое. Милиция лишается права привлекать граждан в Истокурской области за ношением и употреблением марихуаны, но осуществляет при этом контроль за точками сбыта, проверяет лицензии. Надо бороться с алкоголизмом. Надо бороться с производством алкогольной продукции. Синяя, вот это синяя называют. Всякая вызова 90% алкоголики. Вот это другое дело, которое уничтожает нацию. Которое приносит самый непоправимый ущерб на здоровье и для общественности. 90% криминалов все происходит из-за алкоголики. Редактор субтитров А.Семкин